сегодня у нас 24 октября 2015 года это мы находимся на лагерном пруду это дамба он там утром гонят коров вот они коровки идут в обход дамбы там мы загородили сейчас они уже посюда не проходят вот здесь мы уплотняем берег чтобы его потом весной не размыло это солома глина вода как незнакомые люди у вас вам воры проблемы как с ворами я приеду поставлю камеру вот звонки вчера один я не знаю как папам отдавать десятину можно я вам буду отдавать у меня один ответ я не поп не священник где присещаешься там и плати он не такой а ты такой ну вот весь ответ я не ангел потом мне и дети такие окружение такое искушение прям какое-то десятина ты платию и не спрашивай не спрашивай ты для бога отдаешься я на там уже надо по рассуждению смотреть а тут камеру устанавливать чтобы у вас наблюдение было где-то но неплохо это другое католиках да и парки везде открыты то у них прекрасно есть проповедники книги хорошие в патриархии я говорю московской патриархии это искушение какое-то главное руку не могу вытащить вот сегодня двойные перчатки надел ну вытаскиваем доски мороженое на нога уже ничего не чувствует идет снег сегодня наружу 24 до 24 октября пятнадцатого года вот мы на плотине стоим покажи идет снег ясное дело что все застыло и вот мы пытаемся вы выправить вчера как раз и сделали почти все ровно через три недели нам дали то что нам принадлежит доски нету лесу не везут я любые предположения делаю что даже на зло кто-то делает но никак это не на зло люди хорошо отзываются расположены но везут там тоненький где он их от пилится я видел как и работники работает шарщина надо было вылкова ну надо было а вылкова самое лучшее где-то они отдают первым сортом а который остается в мусор там это опять снова первым сортом наши ездили брали я бы ничего не выгодал а деньги заплачено а деньги надо было вернуть теоретически на бумаге это все легче делается вот здесь мы делали когда думали что сейчас ровно выкопаем приложим не получается там камень вывелся там каверна и вода там проходит снаружи капут всей нашей работе тогда решили просто расширять и самонить хотя бы задержать а дальше как-то уляжется и как дали сговорил пройдут годы и как-то забудется война главное это разрушить союз было ну вот а у нас воды такой за разрушить наша но без воли больше ничего этого не бывает кто сегодня там не ерема не знаю он вчера был ерема но он может и сегодня быть коровушки стали стали они услышали а коровушки хорошенькие там овечки после как они выходить будут то все выкрашено было на шалаш мы счастливые люди что нам бог доверяет серьезной работы работа вот лишь арматуры сколько осталось вот вот вязальная проволока это все внизу забиваем привязываем мороз мы не можем еще сделать но сейчас у нас дело концу идет осталось только что щебень не привезли но щебень могут и по снегу привести он не уплывет никуда щебень вот сегодня по возьму старосту возьму виктора и пройдем по трассе покажу где вываливать по моему это ирема вот так это мужественно идет овечки лишь этого нету коров то как мало стало глушков порезал все свое вот нету фактически это то игорева и стада ирема по походке он да ну да ерема барабаш давайте вместе проклещем добрый утро ерема доброе утро ерема доброе утро сказал у нас в лагере так принято вот мне руку нельзя вытащить здесь вот нога стою вот так вот заломил она ничего не чувствует ну что сделаешь то весь мороженый давлены ну надо идти надо подсказать что-то сделать вам видишь работает никита работает на этой работе у него отлично получается вот как тут уже не еще до сколько мы подняли сегодня это сделали там часть озера была застывшая пруда все растаяло при нас температура значит не 20 минус ну может быть 1 2 градуса стал и все сейчас посмотрел на 2 давай земля прошла теперь дашь михина и поливать поливать утрамбовывать вот она как смотри сейчас поливать будут водой я уж к воде не лезу еще раз другой пройдет вот сегодня 5 мешков соломы она книжки то ну ой ой как одна приехала у нас тут но мы дрова напилили и ее нету пока решили в ограде прибрать городской житель она приехала поленица какая это прям картинка какая она посреди ограды по поленицу я это прячь его от дождя ой как красиво но на открытках они смотрели уедешь копна ну и скопнили теперь вести надо вот возле нее бы сфотографироваться копна копна то ну везде выглядит а в деревне это обыденная нормальная жизнь каждый день это видишь вот в воду мы здесь вот если благополучно будем можем поднять на полметра не больше почему потому что вот ну сейчас то здесь больше то есть можно поднять больше если я спущу сейчас посмотри показать сколько здесь вот я почти на уровне воды стою ну сколько здесь ну больше метра явно больше больше метра могли бы поднять ее нельзя поднимать ну еще тут говорить почему нельзя потому что эта глина новая она не улежалась не удавлено не проросла вот весной будем ребята приедут сучки сапелит это ветла и коль это забивать агур 300 примерно 300 везде пробить они прорастут вот эти вот сколько есть один тут ночами на радиал днем то некогда все проросло и когда вот эти годы было вода идет и помещается слив прям через плотину и не размыло нигде первый край дальше там она вот так наклоненная смыла а это нет что тут лишь как камыш тут виктор говорю что он со славы волковым здесь садили вот эти деревья эти кофе со славы волков не здесь а где здесь никого не было я один был вообще никого не знаю он про этот пруд говорит не знаю там на матушкином помогали со славой волковым здесь я тут вечерняя сам уже темнялась время таскал а у батюшки там вообще гости приедут батюшка да зачем тут пруд делать это а я говорю я к вам подойду вы помогите мне пилить а там 17 витрин вот таких и мы вручную ночью спилили батюшка встанет они на боку лежат опять ночью работали работали мне это нравится а вот клуб бывший клуб ося был его пять лет шестой год племянник у сейчас иосиф приехал который оси как только стемнялся мы на улице выходим и пошли двое а какая улица там дорожка такая была и напротив этого клуба ну как в деревне назывался клуб там храм у нас мы молились на изгнание демонов каждый вечер и поэтому нас так благословенно все в храме так школа ученики везде отличаются просто видно что ими учителя занимаются ну и спроси кто начальник ходил на одно место с ребенком чтобы на изгнание демонов даже это это ну не везде такое есть а мы знали что там скопище сатаны это клуб это дом культуры там что вот это делалось все это и идеологическая отрава шла там как это одна сильнейшие средства агитации кино это ленин еще сказал ульяна вот никита смотри сейчас все делают рассыпал солому дальше поливает сейчас он ее польет еще пролить надо конец ну давай а теперь долбить удалбливать может быть еще один заход сделать чего тебя много осталось чё там еще еще надо да мы еще тогда все здесь у никита сейчас замазываем и на этом конец пойдем на тот конец